В минувшую пятницу по региону прошелся шторм. Ветер с порывами до 25 метров в секунду сорвал кровлю дома номер 8 по улице Капитана Матросова. Пострадавших нет. О том, как общими усилиями максимально быстро исправить последствия стихийного бедствия, говорили на выездную встречу губернатор Неницкого округа Юрий Бездудный, мэр города Олег Белак и представитель управляющей компании. Порядка 40 квадратных метров металлических и деревянных конструкций снесло порывами ветра прямо на землю. Также разрушилась часть кирпичной кладки. Для организации восстановительных работ управляющая компания «Уютный дом» наняла подрядную организацию «Общество с ограниченной ответственностью. Крепость». Надежда Васильевна, скажите, какие сроки по восстановлению? Предположительно, нам, конечно, погодные условия, боюсь, что помешают. При сильных ветрах мы покрытие кровли скрыть не сможем. Сейчас восстанавливается уже кладка, часть кровли, которая повредилась. Его восстановили. Установили балку, установили три стропила, восстановили обрешетку. Закрывать профнастилом мы пока не будем, в связи с тем, что порывы ветра, чтобы они гасились, не поднимая кровли, выходили через эти отверстия. Юрий Бездудный и Олег Белак пообещали помочь любой необходимой техникой для максимально быстрого восстановления общедомового имущества. Нужен крам, подъемник, все, что нужно. Понятно, что ветер может как-то скорректировать сроки, помешать, но ветер стихнет. И нам надо в максимально короткие сроки всю кровлю восстановить. Вот на завтрак в планах нам поднять надо материал наверх. Всю технику дадим вам, поможем. Да, вот я разговариваю. Люди есть, подрядчик. Материалы есть, люди есть, то есть надо помочь техникой сейчас. Да, техникой помочь. Ну, техникой поможем. Руководитель управляющей компании заверила, что жильцам верхних этажей ничего не угрожает. Ситуация очень сложная, потому что погода лучше не будет, только холоднее будет и ветренее. Восстановить кровлю планируем до 10 декабря. Управляющая компания мобилизовала все свои собственные ресурсы. Город помогает техникой. Материалы все найдены. Поэтому сейчас вопрос только в рабочих руках для того, чтобы все это сделать. В настоящее время подсчитывается сумма материального ущерба и смета расходов на восстановление кровли. Мы со своей стороны обеспечим необходимую технику, техническое сопровождение. Ну, если необходимо, надзорное тоже как-то инженерное сопровождение. В принципе, компания включилась. Это самое главное. И гарантирует, что будет в кратчайшие сроки ликвидированный тот ущерб, который намесла нам стихия. Также будут обследованы соседние дома, да? Да, будут обследованы соседние дома и дома, которые как раз были исполнены компанией Наринмарстрой. Как раз в период ее завершения деятельности. Потому что есть вопросы к качеству раствора, который был временем рекламки. Напомню, кровлю дома в центре Наринмара сорвало из-за сильного ветра, разыгравшегося в минувшую пятницу. Никто не пострадал.